Здравствуйте, мои маленькие мальчики и девочки! С вами ведущая детских праздников Олеся Клоунесса. И сегодня перед сном я вас познакомлю со сказкой «Маша и медведь». Слушайте внимательно сказочку. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собралась раз Машенька с подружками в лес, по грибы да по ягоды. Пришли подружки взять с собой и Машеньку. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес с подружками. Дедушка с бабушкой отвечают. Иди, только смотри, от подружек не отставай, а то заблудишься. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот и Машенька, деревце за деревце, кустик за кустик и ушла. Далеко-далеко от подружек и заблудилась. Стала она аукать, стала назвать своих подружек, а они не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Машенька постучалась Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь-то и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окошка на лавочку. Села и думает, кто же здесь живет, почему никого не видно. А в этой избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, да так обрадовался. Ага, говорит, теперь не отпущу тебя, будешь у меня жить, будешь печку мне топить, будешь кашу мне варить, да меня, медведя, кашей кормить. Потужила Машенька, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает, никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю, тогда уже точно съем. Стала Машенька думать, как же ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, да и спросить не у кого. Думала она, думала, да придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему, Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я к бабушке, так к дедушке сбегаю, гостинцев снесу. Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю, вот смотри, я в короб положу пирожки, а ты их отнеси дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай, а я на дубок влезу, да за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб. А Машенька и говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Звалил он короб на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, придет медведь между березками, в овражке спускается, на пригорочке поднимается, шел-шел, устал. И говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька-то из короба, вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки. Хм, ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит, Хм, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять. Вижу-вижу-вижу-вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки. Удивился медведь. Ух, какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал, еще быстрее пошел. Пришел медведь в деревню, нашел дом, где бабушка с дедушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Что же это в коробе, говорит бабушка? А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе-то Машенька сидит, живехенькая и здоровехенькая. Обрадовались дедушка и бабушка. Стали они Машеньку обнимать, стали они Машеньку целовать, да умницей разумницей называть. Ну что, мои дорогие друзья, а сейчас для мультика настала пора. А я с вами прощаюсь и желаю спокойной ночи. Всего самого хорошего. До завтра, мои маленькие зрители. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok